Вёска Радеева Будокошалёвского района подчас Великой Очины стратила 115 жихаров. Некто закинул у партизанских отрадах, некто на фронтах. В 1968 году усим им поставили помник скульптуру женщины с лавровым венком и плитами с прозвищами земляков. Александру Андрейенко подшинцевало, и он выжил. Подчас оккупации хлопец был партизанским совязным. Разне как идён после вызволения вёски, его призвали в Червоную армию. На той час Александру не было и 20-ти годов. Проспал года Андрейенко отрымал свою першую зногороду, орден славы третьей ступени. Як будзе написано у наградным листе, под мостным огнём противника зравел проходы у минном поле, чем саденчив по спеховому наступлению пяхоты. Три ордена славы родовый Андрейенко отрымал усяго за 9 месяцев знаходжения на фронте, причем полным кавалером он стал уже у 22 годы. По словах его боевых сябровых, это был ведьмый отважный солдат. На Виненском плацдарме родовый Андрейенко вывел со строю, ворожил гармату, знищил 5 и захопил у полон 12 гитлеровцам. У Германии уворвался у ворожий ДОТ, який перескажал наступление 40-й роты, дейничал гранатами, автоматом, ножом, але задачу выканал. Войну закончил на Эльбе. По час уратисток открытия мемориальной дошки на Доме Героя, его дочка Валентина Севянкова узгадываю вспоминный одновесковца, за яким батька воевал на фронте. Три ордены славы и медаль за адваку – это свечення только частки боевого шляху Александра Андрейенко. Получил однополчанин их письмо, в котором жена писала о том, что дети голодают, есть нечего, что находятся в очень тяжелом положении. И тогда, говорит, прочитали это письмо у них в роте. И они подняли, он поднял, именно он организовал, поднял солдат. И они, говорит, выполнили боевую задачу, взяли там какую-то высоту. Вот именно из-за этого письма. Но он такой был всегда впереди, всегда, нигде. Вот по словам этого соседа, тот говорил всегда, что он находится на переднем крае постоянно. Как в военное время находился, так и в мирное время. Война на завсёдой засталась в его житии. Родный узгадываюць, что он не мог без слёз глядеть в фильме «Великой очины». Правда, на людях николе не показывал, что рабилось в его души. В 20-ти годовом взрослите, калешмат кто сучасный морде, ищенно вот не лечить себе дорослым, побывать у таких боях, гэта николе не забудется. Александр Андреенко часто выступал перед школьниками, причем гэта были далёко неформальные сустречи. И он помёр у 1989-м, але люди и зараз скажут об им только добрые слова. Менавито по инициативе Вязковцев участку заробленных на районном субботнику Сродку накировали на створение мемориальной дожки. До речи сяруту радженцев Будокошалёвского района шесть героев Советского Союза и только один конный кавалер ордена славы. Остался на всю жизнь у меня память. Я ещё был пацаном, мы учились в школе, он к нам приходил в школу. Он нам рассказывал о войне, он нам рассказывал, как он воевал, он рассказывал о однополчанах. Мы гордились этим человеком. Он человек с большой боком. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель», Будокошалёвский район. Продолжение следует...